Итак, мы решили продолжить испытание, то есть мы достигли пластической деформации и сейчас очень интересно посмотреть, что у нас там происходит. Мы планируем распилить резервуар вдоль и потом посмотреть на микроскопе уже нет ли каких-то там видимых повреждений. Или будем дисковой фрезой. На вот этом станке начинался Эдган. Мы здесь сделали на нем и металлические детали и ложи деревянные. Прородители я бы сказал. Ну, погнали. 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 И так, мы закончили. Вот у нас две половинки. Сейчас все это шлифанем, зачистим и пойдем на микроскоп. Выключай. Ну что, начинаем шлифовку. Полировку. Я не люблю все эти техники безопасности. Надо по нашему, по родному. Здесь вот еще хрустаемся. Вähлитку. Разрешил. Разрешил. Уэлитку. ну все погнали на микроскоп и так мы все это вы видели распилили шлифанули вот кстати здесь можно посмотреть у нас если вы помните было здесь остаточная деформация и вот ее прям видно щель таковите то есть ее раздуло и она осталась на данный использовать нельзя вот здесь у нас достаточно деформации не было по замерам ну ее и по факту нет то есть этот резервуар даже после там 800 атмосфер сейчас на для чего мы все это делаем мы делаем для того чтобы посмотреть а может быть в критических местах здесь где-то есть микротрещины и вот мы сейчас микроскопе все это посмотрим и попытаемся обнаружить если они ну или убедились в том что их то есть нас интересует вот это место вот она ну как видите здесь все чисто здесь все чисто по резьбам попробуем может быть так здесь ну вот я визуально не наблюдаю никаких дефектов видимых так вторая то же самое то есть у нас да чисто все то есть вот у нас критические места то есть и Так, это у нас был верхний резервуар, который у нас пластически деформировался. Где-то вот здесь, в середине, наиболее деформация произошла. Ну, чисто все, вот так визуально, никаких нарушений структуры я не вижу. Так, и теперь у нас верхний резервуар, который не был деформирован вообще. Плохо шлифанули. Ну, кстати, выход из-под сверла. Вот то, что там Марка себе рисовал, типа острый угол. Оно, да, на программе получается острый угол, но по факту вы же видите, что здесь нет острого угла. Даже если он есть, ничего не происходит. Так. Ну, все чисто. Какая ужасная поверхность внутренняя. Но, опять же, смотрите, интересно, да? Здесь вот такая ужасная внутренняя поверхность, но при этом пластической деформации не наступила. То есть, в микроскоп вообще все очень ужасно смотрится. Вы, если себе посмотрите в микроскоп, вам жить не захочется. Вторая половинка. Ну, здесь бы сошлифовано получше. Вот критические точки. Все чисто. Тоже все чисто. Так, и теперь поверхность резинки и внутренняя часть. Ужас! Прямо лунный кратер. Но, тем не менее, все держит. Даже на давлении близком к 800. Не происходит пластической деформации. Таким образом, ну, я, честно говоря, не вижу никаких поводов для паники. Запас прочности, мало того, что по нашему гурству он даже превышается. Даже при натурных испытаниях, как вы видите, критических никаких разрушений или даже предпосылок к разрушению не происходит. Мы в обязательном порядке попробуем порвать. Сейчас я заказал новый выпрессовщик на 1200 бар. Хотя, может быть, даже его не хватит. Скорее всего, резинки выдавит. То есть, с точки зрения механической прочности, используемый материал, используемая конструкция, вполне безопасно и отвечает всем требованиям наших стандартов. Носим. Заканчиваю. Увидимся потом. Всем пока. Продолжение следует...